Привет, девчонки, это Маша. В сегодняшнем видео я рада представить вам новую коллекцию гирлака Fox Masha Create, которая состоит из четырех трендовых оттенков весенне-летнего сезона 2019. Кроме того, сейчас в Инстаграм очень популярен дизайн жидкий металл, и я, конечно же, не могу вот так просто взять и пройти мимо такого крутого тренда. В общем, покажу вам новенькие цвета и поэкспериментируем с дизайном жидкий металл. Четыре стильных оттенка, хороши и сами по себе, и в компании ярких акцентов. Например, с подставившими кусочками металла, которые буквально оккупировали Инстаграм, и, конечно же, ручки модниц. Ну и мы с вами, разумеется, сегодня будем экспериментировать с вариантами оформления данного дизайна. Консистенция гирлаков привычная для гирлаков Fox, они умеренно густые, не текучие и с плотным качественным пигментом. 920 номер. Это вкусный розовый с прохладным сиреневым подтоном. Соответствует модному понтону с названием Сладкая сирень. Ненадоедливый нежный розовый оттенок. И первый вариант Инстаграмного дизайна не однотоночка в качестве фона, а разводы, которые своей пластикой дублируют изгибы подтаявшего металла. Я рисую сейчас гель-краской Fox без липкого слоя. Это все мы перекрываем матовым топом, так как, ну, на матовом жидкий металл, конечно же, смотрится лучше, потому что контраст текстур. Что касается самого растаявшего металла. Чем гуще под это дело база, тем лучше. Я взяла Fox Strong, ее густоты вполне достаточно. Почему именно база? Потому что я пробовала с разными топами, и они под фольгой сохнут гораздо труднее, вплоть до того, что некоторые топы вообще не просыхают. А база под любой фольгой просыхает очень легко. Объемно перекрываем металл топом, и первый дизайн готов. Второй модный оттенок этого сезона это синий номер 923. Яркий, интенсивный синий цвет. Это мастхейв любого сезона, это как красная помада. Не каждый день, но должна быть. Ну, вот и синий гель-лак точно так же. Модный оттенок синего в этом сезоне назвали синяя принцесса. Это прям цвет настроения, синяя принцесса. Ну так вот, в этом цвете мы оформим дизайн следующим образом. Серебряную фольгу отпечатываем. Смотрите, вот такая частая проблема с данным дизайном. Краешек топырится. Мы берем тоненькую кисточку и матовым топом заполняем. Все, больше у нас ничего не топырится. Так вот, этот блик можно сделать с градиентом. Наносим тоненько витражные лаки. Именно витражные, не просто полупрозрачные, а то ничего блестеть не будет. И сушим. Ну а после сушки поднимаем желаемую высоту с помощью топа. Можно сделать в один слой, можно в два, в три и вообще сколько захотите. Следующий цвет. Тот самый, который никогда б не накрасила, но когда видишь идеальный оттенок, жизнь делится на до и после. Я предупредила. Идеальный, как его обобщенно называют, болотно-зеленый, хаки, но в этом сезоне он называется террариумный мох. Номер 921. Теплый, мутновато-зеленый цвет. Очень живой. Настоящий. На него можно отпечатать мыльный пузырь. Почему бы и нет? Бензиновая фольга или вот такие голографики. Они смотрятся просто шикарно. Можно еще сделать эти капельки совсем маленькими и немного подыграть глянцевой обводкой краски. А в конце поднять объемчик топом над фольгой. Берите для такого дела краску, которая хорошо самовыравнивается и желательно без липкого слоя. Ну и последний цвет в коллекции. Самый сложный. 922 номер. В нем борются сразу два оттенка. Почти неоновый-малиновый и бархатный-бордовый. Очень неоднозначный цвет. В бликах он малиновый, а в тени бордовый. Наверное, это мой любимый цвет в коллекции, потому что я люблю, когда цвета сложные. Как бы это ни звучало, они смотрятся дорого сами по себе. Ну а когда цвет простой, как 3 рубля, это не интригует. Сделаем еще один вариант жидкого металла, только уже на ручках. В качестве основного цвета я наношу 922 в два слоя. Ну а под металл использую один слой камуфляжа Fox номер 729. Все под матовый топ. Да, прелесть дизайна жидкий металл в том, что это реально быстро и просто. Капельки стронг базы и фольга. Кстати, розовая фольга как раз в модном оттенке нашлась у меня. Ну а может это просто так кажется, потому что блестит холодным металлом. В любом случае цвет очень подходящий. Сушим и наносим топчик. На мизинчике капельки металла делаю поменьше, чтобы смотрелись гармонично с маленьким ноготком. И в конце делаю неравномерные мятые кольца краской без липкости. Этот вариант на мой вкус лучше всего, когда на ногте просто капли фольги маловато вроде бы как. А вот с такими тонкими кольцами самое то, они и внимания много на себя не тянут, и дизайн обрамляют, и пустое место разбавили. В общем, этот дизайн как по мне самый классный. Красочку обязательно берите без липкости, чтобы был глянцевый финиш. Краски с липкостью всегда менее глянцевые. Готово! И модно, и красиво, и просто. Не зря этот дизайн сбудоражил все инстаграмы. Какой вариант вам понравился больше всего? Напишите в комментариях, а лучше отмечайте фотки со своими работами по этому видео в инстаграм хэштега MashaCreate. Я их посмотрю, полайкаю и покажу тут в конце видео. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось, интересующие вас вопросики спрашивайте в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если еще этого не сделали. Ну и конечно же буду рада видеть вас у себя в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Подписывайтесь на мой канал!